Здравствуйте, дорогие друзья! Очень много и очень часто вы меня спрашиваете снова о том, что должно делать государство в случае его оздоровления. Как мы отличим, как мы поймем, когда и если вдруг, что называется, начальство просветлиться и станет бодисатвой. Ну, крайне маловероятное событие, но ведь на самом деле один раз в истории человечества пару тысяч лет назад в Индии оно случалось точно. А может быть случалось и чаще. И в связи с пониманием того, что так дальше делать нельзя, в связи с растущим пониманием и в обществе, и в элитах, и в элитках, даже там, растущим пониманием того, что чем продолжение политики, 35-летней политики, уничтожение России, поощрение финансовых спекуляций, оно бесперспективно, потому что оно уничтожит для кого-то родину, для кого-то кормовую базу. И даже на Запад ничего вывести не удастся. И это понимание, в общем-то, растет. Точно так же растет понимание того, что необходимо развитие. А развитие чего? Развитие как? Развитие зачем? Может быть, вы обратили внимание, что в последний буквально месяц очень много заговорили про нравственность. Ну, казалось бы, какое смешное сочетание людей, которые, в общем-то, реализуют вполне себе Чубайсовскую политику, Гайдаровскую политику, и при этом разговляют про нравственность. Но, на самом деле, это интуитивное понимание ключевого элемента. Потому что установление стратегических целей, оно всегда носит нравственный характер. Вы локальные, тактические цели и тактику вы вырабатываете рационально. Стратегические цели, которые связаны со смыслом вашей жизни, вы вырабатываете, ну, как говорят ученые, иррационально, не эгоистично. То есть, на основании нравственных подходов. Ради чего вы живете? Вы живете ради гробов, ради карманов в своем гробу. Кстати говоря, говорят ученые Сколково, таки разработали гроб с карманами, в котором можно что-то унести на тот свет. Свет, правда, умалчивается, являлась ли это государственной программой или частной олигархической инициативой. Вы живете ради своей семьи, и пусть весь мир умрет. Или вы живете ради своего народа. Это все вопросы, ответы на которых определяются подходом к нравственному. Даже есть наука, нравственная философия, которая имеет конкретное приложение к нравственной экономии. Но главный выбор, который сейчас стоит перед людьми, которые задумываются о развитии, это инструмент выбора между частными и общими интересами. Между, грубо говоря, экономикой фирмы и экономикой общества. При этом с точки зрения науки, что нравственной экономии, что обычной политической экономии, с этой точки зрения, на самом деле, этот выбор абсолютно лужен. Потому что частные интересы не могут существовать иначе, как часть общественных. Фирма, которая противопоставляет себя обществу, она не может развиваться. По крайней мере, не может развиваться долго и успешно. Эпоха финансовых спекулянтов в мире заканчивается. Финансовые спекулянты умирают, погибают. Ближайшие 8 лет будет именно временем умирания финансово-спекулятивного капитала. Естественно, он будет организировать, естественно, он будет бороться. Естественно, он будет пытаться трансформироваться во что-то еще. Но именно эти 8 лет, два из которых, между прочим, уже прошли. Это было десятилетие. Два мужа прожили уже два года. Погибает финансово-спекулятивный капитал. Разворот на рынке S&P 500. В общем-то, разворот индикатора S&P 500. В общем-то, это показывает фундаментальный разворот лет на 10. Но самое главное заключается в том, что попытка жить частными интересами, она возможна в интересах человека, в интересах семьи. Мы видим семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, многие другие. Во-первых, она невозможна для значимого количества людей. А самое главное, она ведет к чудовищным потерям личностного характера. Не будем углубляться в части религии. Многим это не понравится. Но я могу сказать, мои практические наблюдения. Все российские либералы так или иначе прошли через чудовищные личные катастрофы. Никто из них счастливым не умер. И никто из них счастливым не умрет. Это можно считать законом природы. Это можно считать законом нравственности. Это можно считать наказанием Божьим. Это зависит от ваших взглядов и ваших представлений. Но это факт. Я могу говорить об этом на конкретных людях. В том числе, на примерах конкретных людей, которых я хорошо знаю, все еще живых. Даже если человек настолько туп и глуп, что он не способен осознавать своего несчастья. Ему прилетает такое, что он сознает, даже будучи предельно тупым и глупым. Поэтому вопрос между выбором частными и общими интересами. Между экономикой фирмы, экономией общества. Между интересами корпорации и общества на самом деле не существует. Народы с юридическим сознанием, скажем, немцы, они умудрились записать это в Конституцию. В их основном законе зафиксировано. Некоторые путают Германию с Англией и мне рассказывают, что в Германии нет Конституции. Яндексом пользоваться им, естественно, слишком сложно. Ну, наверное, они сдавали Янгрия. Но в Германии есть основной закон. И там есть специальная статья, которая... Ну, там очень политкорректная формулировка. Но если перевести эту политкорректную бюрократическую, политическую формулировку на бытовой язык, на нас звучит... То смысл такой. Частная собственность священно неприкосновенна, пока она служит общественным интересам. Не дай бог она перестанет служить общественным интересам. Она в этом случае мгновенно перестает быть священной неприкосновенной. Не уничтожать общество, как наши олигархи, Завышением цен, прямыми угрозами, диким обогащением и всем остальным. А, прости господи, просто не служить обществу. Она автоматически теряет всю святость. Даже в безупречно рыночной и в безупречно юридической до недавних времен Германии. Итак, что должно делать государство в связи с происходящим? Что оно будет делать после того, как мы его оздоровим? Вот здесь вот позиция уже фундаментальна. Понимаете? Два месяца назад можно было говорить, а вот если, а вот что. Сейчас я считаю, что вопрос об оздоровлении государства в принципе решен. Вопрос в цене. Вопрос в цене. Но истинкт самосохранения, насколько я могу судить, сработал. Так вот, как узнать, что в наше время пришло? Первое. Меры, которые должны быть приняты, по крайней мере, мгновенно. В связи с системной коррупцией, которые являются методом закабаления зависимых стран Западом. Отнюдь это не русский национальный танец, как говорил в 12-м году прошлого века товарищ Аверченко, великий сатирик. Нет. Это, так сказать, профессиональный танец англосаксонских политических элит. Коррупция насаждается либералами именно как инструмент закабаления зависимых стран. Когда до либералов она насаждалась рабовладельцами. Так вот, в связи с системной коррупцией необходимо приравнять коррупцию в органах власти и управления, в том числе негосударственного управления, потому что местная власть у нас формально все еще негосударственная, к государственной измене с применением в таком случае лишения свободы минимум на 30 лет. Лучше всего, конечно, поступают китайцы. Они в таких случаях приговаривают к расстрелу, но со срочкой исполнения, если человек раскаивается и деятельно, так сказать, исправляет то, что он натворил, возвращает деньги, сдает подельников и все остальное, то он себе может заслужить даже пожизненное, а может быть и чуть меньше. Ну вот, у нас слишком гуманное законодательство пока, так что 30 лет, я думаю, будет вполне достаточно. Далее необходимо конкретизировать понятие коррупции, расширив ее до современного мирового понимания. Потому что, да, конечно, мы смеемся над западным отношением к сексуальности человеческой, но на Западе очень много всего хорошего. И в частности, Запад понимает коррупцию не как взятку деньгами, не только как взятку деньгами, как мы привыкли, А, скажем, коррупция – это заведомо ненадлежащее исполнение своих обязанностей в любых корыстных целях, включая не только материальные, но и любые иные выгоды, в том числе продвижение по службе. То есть, грубо говоря, если я деньги чиновнику не плачу, но приглашаю его в баню, даже без девушек, но за бесплатно. Да, это материальная выгода. А если я взятки чиновников не плачу, материальных подарков не делаю, отпуска не предоставляю, как и Эйзенхавру военно-промышленный комплекс предоставлял все время отпуска американский, классическая коррупция, а, скажем, обеспечиваю повышение по службе – это тоже коррупция. Так вот, такая коррупция во власти – это лишение свободы на срок от 30 лет. Это государственная измена. Дальше, вопрос о государственной измены. Поскольку лояльность бывает только одна – необходимо запретить двойное гражданство для всех граждан Российской Федерации. Ну, промежуточный этап ВНР и ВНР, пока мы их не воссоединим, понятно. Но я надеюсь, что это случится уже в следующем году. Дальше необходимо запретить счета за границей для всех граждан, кроме временно там проживающих. То есть, вот если человек живет за границей, но при этом считает себя гражданином Российской Федерации, он имеет право быть гражданином Российской Федерации, он имеет там по работе или просто он там живет, или не нравится ему в России. Вот поругался я здесь со всеми, уехал за границу в эмиграцию, но при этом я гражданство сохраняю. Да, я не совершил никаких гадостей, чтобы меня из него изгонять. Сам от него не отказываюсь, живу там как могу. В этом случае, да, я, конечно, должен иметь счета за границей, там где я живу. У дипломатов это касается то же самое. Тех, кто учится, должно касаться и так далее. А вот, если я живу в России, то за границей, я считаю, иметь не должен. Это вопрос лояльности, это вопрос контроля за мной. То есть, я дипломат, живу в какой-нибудь там Германии, имею там личный счет. В Россию вернулся, счет закрыл. Потом поехал в Бурунди, счет открыл, нет проблем. Студент учится где-нибудь в Штатах, учится в Штатах, пока учится, счет есть. В Россию вернулся, счет должен закрыть. Не вернулся, ну тогда, конечно, пожалуйста, твое право. Дальше необходимо прекратить вывод валюты из России, в том числе по схемам криптовалюты. Не может жить человек с разорванными венами и артериями. Не может жить экономика, из которой свободно уходит капитал. И, соответственно, необходимо запретить обналичивание в размере более 50 тысяч рублей в день. С банковской, естественно, и налоговой проверкой цели обналичивания в разрешенных пределах, в случае ее систематического характера. Я представляю себе, какая толпа либерастий сейчас взвыла от негодования, как это так? Ограничить права обналичивать денег в размере более 50 тысяч рублей в день. Хотя я напомню, что у нас среднемесячная зарплата в стране, если верить официальным данным, 60 тысяч рублей в месяц. А в реальности отчетливо меньше. Зарплата, которую получает большинство людей, это средняя медианная. Извините, средняя модельная. Совершенно другая, еще меньше. Чуть больше 40 тысяч. Дальше. Мы прекращением вывода валюты из России и запретом обналичивания. Что такое обналичивание? Обналичивание – это перевод денег из легальной сферы экономики в криминальную. За исключением тех случаев, когда я хочу что-то купить на рынке. За исключением этих случаев обнал – это перевод денег из легальной сферы экономики в криминальную. Поэтому это нужно запретить. Но мы внутри страны запираем колоссальные капиталы, которые, естественно, начинают возмущаться. И которые становятся двигателем позитивных изменений. Потому что если государство заперло эти капиталы внутри страны, то они начинают прокладывать себе дорогу. Они говорят, ребята, мы хотим работать, мы хотим зарабатывать. Если вы нас заперли здесь, извольте сделать страну пригодной для жизни. И, в общем-то, как мне кажется, это вполне справедливое требование, которому нужно соответствовать. Теперь, как государство должно будет соответствовать этим требованиям? Все, что я сейчас описал, это можно сделать за один день. Но с учетом нашей гениальной бюрократии, это можно сделать за три дня. Теперь, первое. Нужно снизить общий масштаб цен. Чтобы деньги, которые оказались в России, их покупательная способность выросла. Они стали более продуктивными. Но первое, это ограничение производства монополий. Об этом я говорил очень много. Повторяться сейчас не буду. У меня на этот счет дикое количество роликов и дикое количество статей. Это предельно просто. Это сложно с политической точки зрения, но это просто с принципиальной и технической. Ну, простейшая мера, которая, скажем, сейчас позволит запустить наше производство легковых автомобилей. Это ограничение введения торговой маржи в 15% для легковых автомобилей. То есть, тот, кто купил легковушку, скажем, автомобильный салон, он покупает ее. И, значит, цена продажи не может превышать на 15% цену производителя или цену ввоза этой машины в страну. Все. Сейчас там в завышении больше 100 раз. Извините, больше 100%, больше двух раз. Естественно, что рынок заблокирован ценовым тромбом, как в начале 90-х годов. Вот этот ценовой тромб надо рассосать, введя ограничения. Потому что сейчас даже те, кто может производить автомобиль, у кого есть комплектующие, или кто их собирает из российских комплектующих, Lada Granta есть такая, если кто не знает, они не могут продать, потому что автодилеры у них просто не берут машины, говорят, все, у нас все. А продавать машины с конвейера, ну, как бы, автомобильные заводы уже плохо умеют, да и не все купят. Значит, как снизить общий масштаб цен? Общий масштаб цен снижается прежде всего национализацией ради снижения общего масштаба цен. Ведь сегодняшние олигархические корпорации работают, грубо говоря, на яхтах своего начальства. Яхты отобрали, они работают на следующий яхт. Это абсолютно контрпродуктивно, абсолютно неправильно. Они должны, все отрасли, которые обеспечивают материальные затраты, материальные издержки, все базовые отрасли промышленности должны работать в ноль, потому что один рубль их прибыли – это колоссальные убытки для всех остальных отраслей. Они должны создавать условия для рынка. Они должны создавать условия для производства. Они должны обеспечивать минимальные цены на свою продукцию для ее максимального обеспечения. Почему в Советском Союзе был бурный технологический прогресс? Почему мы были вторыми в мире при нашей бюрократии, при нашей концентрации всех ресурсов на войну? Потому что, при других наших ошибках, потому что энергия была дешевая. Если вы работаете на ЖКХ, вам недотворчество, вы ничего нового не создадите. Если вы работаете на ипотеку, вы ничего нового не создадите. Если вы, как военно-промышленный комплекс, работаете на оплату банковских процентов, вы новое, может, и создадите. Вы не сможете его производить в должном количестве, как мы это хорошо видим. Например, арматы и многого чего еще. Так вот, прежде всего, это должно касаться офшоров. Выведенные в офшор активы, а у нас там 70% крупной российской промышленности минимум – это офшорки. Так вот, выведенные в офшор активы, вне зависимости от их отрасли и значимости. Должны, по факту этого вывода, передаваться государству во внешнее управление. Ну, как поляки сделали с Альфа-банком. Они своих людей назначили в Совет директоров. Просто в волевом решении. И Альфа-банк стал работать на Польшу, а не на Фридмана Савена. Хотя, я думаю, что они хотели бы работать на Польшу, но их просто никто не спрашивал. Потому что для поляков они русские. Даже не евреи. Если же владельцы этих активов не перерегистрируют их в России в течение, скажем, максимум полугода, я думаю, что на самом деле за три месяца вполне можно управиться, то эти активы должны быть конфискованы как бесхозное имущество. Без каких бы то ни было компенсаций. Теперь, для минимизации издержек при помощи национализации. Это вся инфраструктура, вся земля, кроме личных хозяйств. Все сырьевые производства и крупнейшие банки. Потому что частные банки должны быть лишены права работать с деньгами граждан. У нас будет меньше скандалов, связанных с Тинькоффом и с Альфа-банком. Национализация должна сопровождаться, разумеется, реструктуризацией. Включая восстановление единых технологических комплексов в электроэнергетике, на железных дорогах, в лично-коммунальном хозяйстве и так далее. Причем восстановление единых технологических комплексов должно осуществляться в интересах общей эффективности экономики, а не для прибыли отдельных владельцев. Нужно исправить последствия Чубайсовской реформы. РАО есть Россия, как тогда говорили по Чубайсу, а не по УМ. Национализация должна быть мягкой. Хватит нам кавалерийских атак на капитал. Для сохранения поощрения частной инициативы и направления ее на снижение сдержек и технологической модернизации, а не на рост цен, государству достаточно иметь 51% капитала, не допуская консолидации блокирующего пакета акций у какого-либо из совладельцев. Что-то не блокировало. Мягким должен быть и механизм национализации. Да, на самом деле такая национализация вытащила Англию из послевоенной экономической катастрофы. Ровно такая. Мягким должен быть и механизм национализации. Помимо компенсационного налога, по примеру, по стетчеровской Англии, в размере разницы между стоимостью приватизированного на момент приватизации и денег, которые за него пришли в бюджет. Так вот, помимо компенсационного налога, за который выступал даже такой известный коммунист, как Яволинский патриот, и единственная поправка компенсационного налога должен взиматься в том числе и акциями. Национализация должна заключаться в выкупе акций по биржевому курсу. Ну, конечно, после решения национализации несколько снизится, но ничего страшного. Но, разумеется, перед выкупом понадобится полный аудит предприятий за все время их пребывания в частных руках. Причем необоснованно выведенные, либо недоинвестированные в них средства должны быть возвращены частными владельцами, которые участвовали в управлении этими предприятиями. Что значит недоинвестированные? По общему правилу, половина примерно прибыли должна инвестироваться. Если посмотреть на три крупнейшие металлургические компании, олигархи которых Абрамович, Лисин и Мордашов фактически предъявили России ультиматум этой весной об ослаблении рубля и этот ультиматум был выполнен, на самом деле, то мы увидим, что по официальным данным, насколько я могу судить, они инвестировали в свои предприятия не половину прибыли, а только четверть. Вот недоинвестирование, недоинвестированное общество должно быть возвращено частными владельцами. Поэтому по итогам национализации, скажем так, недобросовестная часть приватизаторов-олигархов оказывается должна обществу. Добросовестная часть прилично заработает, а недобросовестной придется расплатиться. Надо сказать, что национализация обеспечит колоссальный рост доходов бюджета как за счет роста дивидендов и за счет укрепления налоговой дисциплины, так и за счет резкого роста деловой активности, благодаря снижению издержек и общему увеличению управляемости. Но самое главное – это снижение издержек. Помимо изложенной национализации для обеспечения бюджетной дисциплины подлежат платильщики акцизов, производители алкогольной и табачной продукции, сахара и бензина. Просто потому, что акцизы – это основа всякого бюджета. Отказ государства от акцизов – это преступление против общества. И акцизы должны быть повышенными, где-то процентов 27 ученые посчитали. Но за счет общего снижения масштаба цен вырастут относительные цены на алкоголь, табак, сахар и бензин. То есть, сахар подорожает относительно хлеба, алкоголь подорожает относительно мяса, табак подорожает относительно рыбы. Но сами по себе их цены не вырастут. Или вырастут крайне незначительно по инерции. Важным направлением является таможенная реформа. Потому что именно таможня, именно разумный протекционизм должен обеспечивать защиту, должен обеспечивать самовозможность существования производства, самовозможность существования рабочих мест. Прежде всего, необходима эскалация пошлин. Введение высоких вывозных пошлин, экспортных пошлин на сырье, средних на полуфабрикаты и освобождение от них готовой продукции. Справедливая Россия, которой я принадлежу, давно требует этого в форме отмена возврата НДС за экспортируемое сырье, возврат НДС за экспортированные полуфабрикаты в размере 50%. И сохранение полного возврата НДС только на экспорт готовой продукции. По примеру, Китая. Но здесь экспортные пошлины и трансформация возврата НДС друг к другу не противоречат. Необходимо освободить от импортных, от ввозных пошлин, не существующего в России сырья. А также нужно ввести тарифные квоты для всего остального импорта. Это как Маслюков спас российское птицеводство. Вернее, восстановил заново, создал заново российское птицеводство. С низкими пошлинами или вообще без пошлин, в Россию ввозится только квотируемая часть импорта. То есть, та часть импорта, которая не покрывается российским производством. Причем, по согласованию с российскими производителями, эта квотируемая часть импорта, ввозимая свободно, без пошлин или с низкими пошлинами, неуклонно сокращается. На импорт помимо квот устанавливается запретительно высокая пошлина. По достижению полного покрытия рынка российскими производителями, доля импорта, даже с запретительно высокими пошлинами, не может превышать 10%. Вот эти вот 10% это швейцарское изобретение. Это стимул, почему вот это сложное протекционизм лучше, чем монополия внешней торговли. Монополия внешней торговли рубит топором и просто отсекает общество от того, что изобретают за границей. Когда мы говорим, что ребята, пожалуйста, 10% импорта даже на полностью наших рынках, мы сохраняем, просто мы облагаем очень высокими пошлинами. Это позволяет привлекать к себе, затаскивать к себе на рынок новые товары, которые обязательно будут появляться, принципиально новые товары. Их осваивать и начинать производить самостоятельно. Аналоги или что-нибудь получше. Это позволяет сохранить контакт, сохранить постоянное знакомство с достижениями противника. Дальше. Необходимо установить среднюю ставку ввозной пошлины для некритически необходимого импорта. Из обычных стран 40%. А в отношении продукции враждебных стран, включая все страны-грабители и все страны НАТО, 80%. На импорт предметов роскоши, которые доступны основной части населения, нужно вводить 100% ввозные пошлины, чтобы эти предметы роскоши тоже начали производить у нас. На импорт дорогой роскоши, которая доступна незначительной части населения, нужно вводить 300% пошлины. Ну, грубо говоря, если ввозится предмет роскоши, какая-нибудь красивая фитюлька, которая там где-нибудь в машине стоит и как-нибудь там вам правильно пахнет, то это 100% ввозная пошлина. А если этот предмет роскоши, недоступная для всех, так сказать, какая-нибудь маленькая фитюлька, то это 300% пошлина. Ничего страшного, делайте свой Роллс-Ройс. У нас в конце 90-х годов собирали аналог Роллс-Ройса в Питере под маркой русский Вервольф. Было лучше оригинал, на самом деле. И когда я говорю про произвол монополии металлургии, металлурги очень обижаются. Они сразу говорят, ну как же так? Нас же поставили в неописуемую позу налоговый маневр. Абсолютно правильно. Государство обанкротило, либералы сделали убыточными все нефтеперерабатывающие заводы. И то же самое повторили в металлургической промышленности. Потому что налоговый маневр это освобождение. Ровно противоположное то, что я вам говорил. Это подавление переработки товаров внутри страны. Уничтожение механизмов создания добавленной стоимости налоговыми инструментами. Это освобождение от налогов экспорта сырья или полуфабрикатов. И это перенос всей налоговой нагрузки на использование этих же товаров внутри страны. Поэтому налоговый маневр должен быть отменен. Налоги должны браться с экспорта. Даже либералы не привластные, а уличные либералы говорят, что производство должно быть от налогов освобождено. Налоговая нагрузка должна быть перенесена на экспорт и на импорт. Абсолютно правильно. На алкоголь, табак, сахар и бензин 27% акциза. Естественно транспортный налог нужно отменить, потому что это воровство и ложь. НДС нужно снизить до себестоимости криминального бизнеса по уклонению от него. То есть до 10%. Чтобы разрушить криминальный бизнес по уклонению от НДС. Я понимаю, что сейчас на меня многие люди обидятся. Но я обращаю внимание на то, что все, что я говорю, направлено на то, чтобы капитал высвобожденный из криминальных схем по обеспечению уклонения НДС нашел в себя не только честное, но и высокорентабельное производительное применение. При этом, когда мы снизим ставку НДС до себестоимости криминального бизнеса по уклонению от него до 10%, мы с вами поразимся, как у нас оказывается большая экономика, как много в ней всего делается. Как в свое время удивились, когда ввели маркировку меховых изделий и обнаружили целую отрасль, которую до этого никто волшебным образом не замечал. И вроде бы никакой коррупции не было. А там сотни производителей, причем в том числе очень крупных. Необходимо ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, включая дивиденды, включая обязательные социальные взносы и налог на недвижимость. Понятно, что доходы до двух реальных, а не эффективно заниженных прожиточных минимумов должны быть освобождены от налога полностью. И недвижимость до социальной нормы, то есть 18 квадратных метров на человека в многоквартирном доме, эти налоги должны быть освобождены от... Эти имущества должны быть освобождены от налога полностью. В некоторых регионах от налога на имущество должны быть освобождены автомобили. Там, где нельзя прожить, не имея машин. Должен быть введен прогрессивная шкала налога на наследство. При освобождении от налога наследство до тысячи реальных прожиточных минимумов. По-моему, вполне достаточно. Прогрессивная шкала штрафов в зависимости от дохода, начиная с дохода в два реальных прожиточных минимума, должна быть введена. По примеру, Финляндия. ИП, индивидуальные предприятия, должны перестать быть механизмами уклонения от налогообложения. Поэтому для дохода выше четырех реальных прожиточных минимумов, режим индивидуального предпринимателя должен отменяться. Ну, хорошо. Или давайте ИП приравняем к самозанятым в этом направлении. Тоже хороший вариант. Должен быть реализован налог на вмененный доход вместо болтовни налоги на роскош. По швейцарскому образцу есть имущество. Недвижимость, транспорт и так далее. Оно все публичное, оно все зарегистрировано. Оно все уже возвращено из офшоров. Расходы на его обслуживание понятны. На страховку, на уборку, на коммуналочку, на бензин. Расходы на его обслуживание не могут превышать четверть общего дохода. Поэтому вмененный доход устанавливается в размере четырехкратной стоимости обслуживания имущества. При превышении вмененного дохода за декларированного дохода налогом облагается вмененный доход. Ну и естественно к человеку потом приходит налоговая с вопросом откуда все это взялось. Должен быть введен налог на пустующее жилье по примеру Франции. В городах с населением более 50 тысяч человек он применяется. В первый год он не платится. Во второй год платится в размере 12,5% от расчетной годовой суммы аренды. И я думаю вы понимаете кто и как считает эту расчетную годовую аренду. А с третьего года платится в размере четверти расчетной годовой аренды. То есть смысл в чем? Чтобы все инвестиционные квартиры принудить людей сдавать их в аренду. Решив тем самым или смягчив тем самым жилищную проблему. Сейчас у меня скажем есть квартира которая досталась от мамы. Ну часть этой квартиры. Если я буду ее сдавать в аренду. Ну мне через некоторое время ее разнесут. Мне придется делать ремонт. В общем это довольно сложно. Сложно возиться, подбираться. Зачем? Квартира в итоге стоит пустая. Что должно сделать государство? Сделать так чтобы мне было невыгодно держать мою квартиру пустой. Чтобы я помог обществу а не занимался лично так сказать непонятно чем. Производственные инвестиции должны быть полностью освобождены от налога на прибыль. Кримаков ввел 50% льготу. 50% освобождение. И получил бурный инвестиционный рост. Который длился с 99-го аж до 2008-го года. Необходимо отвязать налог на добычу полезных ископаемых от мировых цен. И дифференцировать его по горно-геологическим, климатическим и транспортным условиям. Чтобы добывать нефть как в Канаде было выгодно даже ведром из маленьких месторождей. Есть общий принцип. Стремиться к экспорту не сырья готовой продукции. И к импорту не готовой продукции, а сырья. Использовать мехотраслевой баланс. Который разработал впервые на самом деле еще Менделеев. А Леонтьев просто переоткрыл его заново как Америку. При расчете внешне торгового баланса страны сопоставлять не общие суммы экспорта и импорта. А экспортированную и импортированную в добавленную стоимость. Если вы продаете сырье, а покупаете товары с высокой добавленной стоимости. Вы себя убиваете, при этом этого не замечаете. А вот расчет торгового баланса на основе добавленной стоимости это позволяет сделать. Позволяет действительно оценивать реальную ситуацию. Наконец необходимо конечно же обеспечивать дешевый кредит. При рентабельности обрабатывающей промышленности по активам в среднем 5%. Доступный кредит от 2% годовых. Значит ставка Банка России должна быть нулевая. Естественно дешевый кредит должен обеспечиваться ограничением произвола монополий и финансовых спекуляций. По примеру в Японии на каждый рубль направляемый на финансовые спекуляции. Должно приходиться не менее 5 рублей направляемых в реальный сектор на кредитование населения или в государственный долг. Мне скажут какой ужас какая проблема мы не сможем жить с процентов по депозитам. Коллеги вы сейчас не можете жить за счет процентов по депозитам. Если у вас не десятки миллионов там лежат на этих депозитах. Деньги должны работать. И эта политика обеспечит такой рост фондового рынка в России. Что можно будет спокойно и надежно зарабатывать там. Если не можете сами то будете зарабатывать через разного рода фонды. Ну и наконец нужно реализовать практику татария. В отдельных территориях социально-экономического развития, которые стоят через забор от электростанции. Они обеспечивают тепло, электричество, воду и канализацию по половинным тарифам. Ну просто электростанция рядом. Что мешает сделать это везде и всем. Необходимо всю страну покрыть промышленными районами и округами. Которые обеспечиваются материалами и услугами по себестоимости. Обеспечивая максимальный успех для развития производительных сил. Это потребует уже стратегического планирования. Пока у нас министрами и вице-премьерами становятся люди, которые не понимают, что крупное производство не может развиваться без планирования. Естественно путь к этому будет достаточно затруднен. Я думаю, что в течение трех лет мы с этим справимся. Большое вам спасибо. Я прошу не относиться к моим словам, как к некоторой фантастике. Если мы этого делать не начнем, причем достаточно быстро, мы будем уничтожены. Будем уничтожены физически. Потому что сейчас борются две линии государства. Первая линия та, которую я сейчас описал. А вторая линия это доведение России до Майдана. И Майдан у нас будет значительно хуже, чем на Украине. Думаю, по понятным всем причинам. Всего вам доброго, счастливо. Надеюсь, что у нас все будет. Будет, конечно, плохо, но мы со всем справимся. Сформулируем более корректно. Спасибо.